Здравствуйте! В эфире тема дня гость программы Анатолий Анисимов, директор Одесского регионального центра оценки качества образования. Здравствуйте, Анатолий Юрьевич! Добрый день! Осталось буквально пару дней до окончания регистрации на пробное тестирование. Как оно проходит в Одесской области? Сколько ребят уже зарегистрировалось? Ну и самое главное, какие предметы выбирают? Ну, могу сказать, что в этом году у нас более активно проходит этот процесс, почему мы очень-очень рады. Значит, если сравнить с прошлым годом, то у нас в прошлом году зарегистрировано было порядка 7700 человек по Одесской области из где-то 15 тысяч, ну почти 16 тысяч потенциальных участников за ИНО. В этом году у нас потенциальных участников порядка 12 тысяч, ну это имеется в виду выпускников школ. Значит, и уже зарегистрировалось по Одесской области порядка 8500, то есть где-то порядка 70%, по сравнению с прошлым годом, в прошлом году было около 50%. Это значит, что две трети ребят опробуют свои силы накануне основного тестирования? Совершенно верно, поэтому мы очень рады этому. Ну, правда, еще не все проплатили, то есть у нас вот, например, если взять город Одесса, то у нас где-то зарегистрировалось порядка 4 тысяч человек, это по сравнению с выпускниками школы где-то 80%, а вот по области немножко меньше, где-то 60%, тоже порядка 4 тысяч 300 человек. Вот, и по области, конечно, немножко хуже идет с проплатой, то есть из вот этого количества, кто зарегистрировался, если по городу Одессе тоже почти 80% уже проплатили, то по области это где-то 50-60%. Но были проблемы с погодными условиями, может быть, мы могли добраться до отделения. В какой срок можно ввести оплату безопасно? И погодные условия, и каникулы были, и плановые, и неплановые, вот, поэтому, но все это можно сделать еще до 5 февраля. То есть вот 31 января мы заканчиваем, значит, регистрацию на пробное тестирование, и еще 5 дней дается для тех, кто не успел по каким-либо причинам оплатить, они могут оплатить это в любом удобном для них месте, любой банк Украины, значит, принимаем эти платежи, как это все в программе регистрации, все описано, как это можно сделать. Давайте уточним, 31 заканчивается регистрация, но еще 5 дней можно будет принести оплату. То есть зарегистрироваться уже нельзя будет, но если вы внесли свои данные регистрационные, то, оплатив, откроется ваш персональный кабинет. Те ребята, которые не оплатят, что с их анкетами будет? Ничего, они просто будут уничтожены, то есть останутся в виде персональных кабинетов только информация о тех, кто заплатил. Антоний Ильич, и какие предметы выбирать? Ну, смотрите, у нас, как обычно, украинский язык и литература вне конкуренции, то есть практически все, кто зарегистрировался, выбрали этот предмет, а дальше идет, значит, на втором месте у нас математика, это порядка 1900 человек зарегистрировался, дальше идет английский язык, 1700, затем идет история Украины, 1150 где-то, и биология порядка 500. А как эти цифры комформируются с прошлогодними? Ну, у нас, во-первых, увеличилось количество ребят, которые зарегистрировались на английский язык, это, видимо, связано с теми новшествами, которые будут введены для иностранных языков, в том числе и английский, вот, математика больше зарегистрировалась по сравнению с прошлым годом, в прошлом году было больше на историю Украины, вот, а так по остальным предметам примерно на том же уровне, какие прошли. Вы упомянули новшества, связанные с иностранными языками, давайте напомним, что это за новшества? Ну, у нас по иностранным языкам впервые вводится новая форма деятельности, то есть это аудирование или восприятие на слух текста. То есть в каждой аудитории, где будут проходить тестирования, будет стоять звуковое воспроизводящее устройство, будут вместе с пакетами заданий, будут переданы и диски, на которых будет записан текст какой-то. Вот нужно этот текст прослушать и затем ответить на вопросы, которые есть вот в рабочих тетрадях. На это отводится еще дополнительное время, то есть если у нас раньше 120 минут, то есть 2 часа отводилось на тестирование по иностранным языкам, то в этом году уже 150 минут, с учетом того, что появился дополнительный вид деятельности. Ну и еще один маленький нюанс, связанный с тем, что у нас вводятся как бы двухуровневые тесты, но не совсем как бы сам тест, потому что тест одинаков для всех. Но для тех, кто обучался в обычной общеобразовательной школе, как мы говорим на академическом уровне или уровне стандарта, значит для них будет меньше вопросов, которые обязательно нужно ответить. А для тех, кто обучался в профильных классах или тех, кто хотят поступать в вузы, то, естественно, нужно будет ответить на все абсолютные вопросы этого теста. Но в самом тесте будут звездочкой помечены те вопросы, отвечать на которые не обязательно, если вы хотите сдать государственную итоговую тестацию на уровне стандарта или академическом уровне. Антон Юрьевич, ну вот кажется, что тест становится сложнее, все-таки новое добавляется, задание, аудирование, но тем не менее, больше ребят выбирают английский язык и другие иностранные языки. Почему так? Дело в том, что у нас в вузы уже все больше и больше специальностей ставят иностранный язык. И получается, что если раньше таких специальностей было, ну можно было бы пальцем пересчитать, то в основном это было гуманитарное направление, там филологическое, ну понятно, иностранные языки, значит, немножко было связано с менеджментом, там с внешнеэкономической деятельностью. Вот, то сейчас даже на экономистов, даже там, где вот требуется тоже менеджеры, значит, ставят иностранный язык. Вот, и поэтому, видимо... Это за счет квоты истории Украины? Нет, я не думаю. Дело в том, что там во многих случаях было, скажем, ну, дополнительно, если это, например, естественно, научное направление, то шла обязательно математика, потом, допустим, там химия, физика, биология. Вот, если гуманитарное направление, то понятно история Украины, там иностранные языки. Но есть специальности, которые, скажем, вроде бы там стоит профильная математика, но они ставят, допустим, третьим предметом иностранный язык. Вот, и это в основном на экономической специальности такое практикуется. Вот, поэтому я рекомендую ребятам, когда они будут регистрироваться на основное тестирование, еще раз внимательно изучить правила приема того вуза, куда они собираются поступать, особенно перечень предметов, которые им нужны для прохождения ЗНО. Потому что очень часто бывает, что где-то еще в декабре там они себе наметили какой-то вуз, посмотрели перечень предметов, вроде бы все нормально, а потом произошли изменения в правилах приема, и оказывается, что им уже нужен не тот предмет, который они готовят, а другой предмет. Начинаются проблемы. Хорошо, если это не узнали в период регистрации на основное тестирование, а если, не дай бог, после регистрации, уже изменить ничего нельзя. Но мы с вами об этом говорили, что вообще процесс регистрации на ЗНО надо начинать как раз с захода на сайт вуза, куда вы хотите поступать. И, соответственно, важный второй шаг – это сама регистрация. Давайте напомним даты. Специально так было сделано, чтобы не путать пробное тестирование основное. Пробное – это не обязательно, но мы рекомендуем его все-таки пройти. А вот с 6 февраля у нас уже начинается регистрация на основное тестирование, и будет она до 19 марта. И вот если эти сроки кто-то пропустит, не успеет зарегистрироваться, то в этом году уже поступить он не сможет. Тем более, что в этом году у нас не только ЗНО связано с поступлением, но и связано с прохождением государственной итоговой тестации. То есть все ребята, кто заканчивает школу, будут проходить государственную итоговую тестацию через ЗНО. И даже те, кто заканчивает в этом году техникум, профтехучилищ, точнее получают полное среднее образование. То есть они еще могут не заканчивать, еще может быть впереди год или два года учебы. Но они заканчивают цикл общеобразовательной школы. Вот они тоже должны пройти ЗНО, правда в этом году пока только с украинского языка, но тем не менее нужно зарегистрироваться вовремя, чтобы потом не было проблем с прохождением государственной итоговой тестации. И для этих ребят тоже есть нюанс, их будут регистрировать в их же учебных заведениях. Если раньше, вот еще в прошлые годы, ребята, которые учились в техникумах, профтехучилищах, колледжах, они, если и регистрировались, то регистрировались только для того, чтобы потом поступать в высшее учебное заведение 3-4 уровня аккредитации. То сейчас, в связи с тем, что им понадобится ДПА, значит они должны регистрироваться уже непосредственно у себя. То есть как и в школе, будет определен человек, который будет отвечать за регистрацию в колледже или в техникуме. И к ним нужно обращаться, они собирают все документы и централизованно подают нам пакет документов. Те же ребята, которые уже имеют полное среднее образование, а хотят поступать в высшее учебное заведение, делают это самостоятельно. То есть сами заходят на сайт украинского центра, значит сами там оформляют свою регистрационную карточку, прикладывают туда необходимые документы и сами там рекомендованным письмом отправляют в Одесский региональный центр. Антон Юрьевич, и вот продолжая тему о документах, теперь ребята обязательно должны при регистрации предъявлять именно паспорт, а не свидетельство о рождении. Да, если в прошлом году те, кому еще не исполнилось на 1 сентября, ну прошлого года имеется в виду, с 16 лет имели право регистрироваться по свидетельству о рождении, то в этом году в связи с изменениями нормативной базы, значит уже ребята с 14 лет получают паспорт, поэтому все должны регистрироваться исключительно по паспорту. Ну, могут быть нюансы связаны с тем, что, например, ребята, которые прибыли из неподконтрольных в Украине территории, значит там для них есть послабление, то есть если у них не было возможности оформить паспорт, то их можно регистрировать и по свидетельству о рождении, можно регистрировать, допустим, по документам беженца, там есть разные вариации на тему, но это опять же касается только тех, кто имеет такие вот льготы. Все остальные, кто вот на территории Украины, кто заканчивает в этом году школу, там колледж, то не имеет значения, значит они обязаны регистрироваться по паспорту. Возвращаясь к теме о тестировании, я бы хотела еще уточнить один момент. Как будет проходить аудирование по иностранным языкам для ребят с ограниченным слухом и зрением? Значит, что касается ребят с ограниченным слухом, значит, ну тут варианты у нас были такие, значит, либо это как бы сурдоперевод идет, значит, если это необходимо, вот, либо выдается листик с напечатанным текстом и они просто отрабатывают его как письменное задание. Что касается ребят, тех, кто плохо видит или вообще не видит, тоже есть варианты. Первый вариант это те, кто вообще не видит, но они обучались шрифтом Брайля, значит, будут напечатаны тесты шрифтом Брайля, вот, и для этих ребят, только они, естественно, должны заранее при регистрации указать и предоставить необходимые документы, что им необходимые тесты шрифтом Брайля, или, если они слабовидящие, тоже должны указать, значит, это при регистрации и, может быть, предоставлены тетрадки с увеличенным шрифтом, то есть не обычно 14-й, 16-й или 20-й, в зависимости от того, насколько там слабое зрение. Нельзя сказать, что это будут массовые какие-то пункты тестирования для таких ребят, их буквально единицы, поэтому, ну, теперь все равно это наши граждане, они должны быть все в равных условиях, поэтому Министерство образования, Украинский центр делает все для того, чтобы инвалиды не чувствовали себя в чем-то ущемленными. Антон Юрьевич, и вот аудитории для аудирования будут по-особому оформляться, как-то нужна будет аппаратура, с этим могут возникнуть проблемы? Ну, оформляться они по-особому не будут, как все обычные аудитории, А вот аппаратура, да, то есть уже сейчас дано задание местным администрациям, значит, обеспечить, мы уже примерно как бы предварительно определились, где у нас будут расположены пункты тестирования именно для аудирования, и, собственно говоря, на пробное тестирование тоже мы будем прокатывать эту технологию. Значит, и в эти учебные заведения, значит, либо они сами закупают, либо для них предоставляют, значит, им аппаратуру звуковоспроизводящую, есть специальные требования, какая там должна быть к этой аппаратуре, и дальше вместе с заданиями, вместе с пакетами заданиями, с рабочими тетрадями, значит, на данный пункт тестирования приходит еще и диск для вот этой звуковоспроизводящей аппаратуры. То есть в каждой аудитории будет стоять звуковоспроизводящая аппаратура, в определенное время она включается, они на слух воспринимают аудентичный текст и дальше отвечают на вопросы, которые поставлены в рабочей тетради по этому тексту. И давайте в заключении напомним основные базовые даты внешнего независимого тестирования и пробного, и потом основной сессии. Ну, 31 января заканчивается регистрация на пробное тестирование. Значит, еще раз подчеркиваю, что до 5 февраля еще можно будет проплатить, если вы зарегистрировались, не успели проплатить, это можно будет сделать. А вот с 6 февраля уже начинается регистрация на основное тестирование. Она будет у нас до 19 марта, но до 2 апреля еще можно будет носить какие-то изменения, если вдруг были или выявлены ошибки при заполнении карточки, или, например, поменялись какие-то жизненные ориентиры, то есть, например, нужно было один набор предметов, а вот тут оказалось, что нужно добавить или убрать какой-то предмет. То есть, это все можно будет скорректировать до 2 апреля. Но дальше уже после 2 апреля никаких корректив, ничего уже носить нельзя будет. Спасибо вам большое за беседу. А я напомню, в гостях был Анатолий Анисимов, директор Одесского регионального центра оценки качества образования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...